Первый областной канал КПК «Кредитный союз «Умно жить»» представляют программу «Портрет Победы». Мать моя, Захаркина Лидия Александровна, родилась в городе Бежице Брянской области в августе 1924 года. В многодетной семье. У них было трое братьев у нее и вместе с ней пять сестер. Ну и еще один брат в младенчестве умер. С начала войны ей было 17 лет в 1941 году. Кстати, вот двое братьев у нее. Старший брат погиб в финскую войну. Второй брат был 16-го года. Он пропал без вести в отечественную войну в 1944 году. И третий брат, Петр мой, кстати, крестный. Он 18-го года. Он в армии не был, но пока немцы оккупировали Брянскую область, он был партизаном. В этих брянских лесах. Потому что немцы оккупировали Брянск в 1941 году, в октябре. И они под оккупацией находились с октября по сентябрь 1943 года. Мать рассказывала, что немцы в их доме жили. Они там, по-нашему говорят, в Чаеварке ютились. Мать-отец и плюс пять дочерей. Потом мать, когда освободили в 1943 году наши войска Брянск, ее призвали в части так называемой местной противовоздушной обороны. То есть они выходили, дежурили, следили, слушали небо, следили, не появляются ли самолеты, готовили их, обучали, как там зажигалки тушить и так далее. Тоже, как и отец, особо не любил ничего рассказывать. Единственное, что немцы, в принципе, ну вот то, что там зверства в Брянске творились и так далее. И там порядка, где-то я поднимал архивы, 30 тысяч были расстреляны и так далее. Но это их особо не коснулось. Они знали, конечно, про эти события, видели полицаев и так далее. Приходилось, так сказать, ну если, как сформулировать, унижаться перед немцами и так далее. Но особых таких, как говорится, таких действий против них особо не было. Ну там продукты что-то забирали с огорода. Немцы там курки, как показывают в фильме, там млеко, яйки, яйца. А так, говорит, особо не притесняли. Вот сестру только угнали в Германию и все. 17 сентября Брянск был освобожден нашими войсками. Естественно, канонада, естественно, все слышали. И когда войска пришли, встречали и со слезами, и с цветами и так далее и тому подобное. Они ушли, немецкую группировку перед Брянском разбили, и войска сразу прошли, ушли, и все. И были салюты даже и в Брянске, вот по случаю освобождения. Дальше жизнь-то так сложилась, что, в принципе, мать с отцом, так сказать, поженились, приехали сюда. Она все время, где он, он на энергопоездах этих работал, она на химика обучилась, в лаборатории работала. Она была несколько такая, с характером, строгая, да, женщина. И считала, что удачную жизнь прожила. Спонсор программы «Портрет Победы» КПК «Кредитный союз. Умножить». Лично я, когда узнала, что можно жить еще и на проценты, собрала свои сбережения, продала сады и получаю прибавку к пенсии в 8 тысяч рублей в месяц. А мне сберегательную программу открыли дети. Деньги их, а проценты мои. Каждый месяц, аккуратно, без задержки, меня ждут, чтобы выплатить мне мои проценты. Кредитный союз «Умножить». Выгодные сберегательные программы для пенсионеров. 999-555.